Итак, следующий выступающий Борис Романовский. Жизнь в новом времени. Маяцкий календарь. Исследуйте. Как? Маяцкий календарь? Маяцкий. Маяцкий. Говорите, не надо это поговорить. А я так вот и говорю. Хорошо. Как мы договорились? Хорошо. Давайте осознаем. Дорогие друзья, с праздником всех народного единства. А какой праздник сегодня? Праздник Казанской иконы Божьей Матери. Народного единства. И давайте осознаем судьбоносное время, в котором мы сейчас живем. Сейчас для планеты построен новый глобус, новая земля. У него название. И идет переход туда. Но туда перейдут не все люди, которые жили на земле, а только люди, которые в себе несут свет, добро, любовь. Поэтому идет разделение людей в соответствии с их свободным выбором. И вот этот выбор сейчас делает каждый человек внутри себя. Выбор света или темноты. Веры в Бога или безверия. И этот выбор делают и страны, и сообщества. То есть в разном масштабе каждая структура планетарная, она проходит вот этот выбор. Вот это первое, что я хотел сказать. И мы живем сейчас на Старой Земле, жили по Григорианскому календарю. Практически вся планета завязана на вот этот календарь. Но этот календарь ведет и человечество, и планету к гибели. Почему? Потому что у него неритмичная структура. 31, 30 день, 29, 28. То есть это как аритмия сердца. То есть если мы возьмем центрифугу в стиральной машине, и у него будут вот такие вот негармоничные колебания, будут биения. И эту машинку разнесет. Вот поэтому человечество, которое живет по Григорианскому календарю, оно вот идет в разнос. Мы это видим. Разного вида войны, конфликты, противостояния идет. Ну, разрушение идет. Вот. И можно жить по-другому времени. Вот это новое время, оно относится к новой земле. Там уже будет совершенно другой календарь, по которому мы будем жить. Еще почему Григорианский календарь ведет к гибели? Потому что каждый момент времени не наполнен смыслом. То есть один день похож на другой. И люди бегают, как белка в колесе, не понимая смысла. А время, каждый момент он несет возможности. Возможности, если мы их понимаем, мы их используем. Если не понимаем, эти возможности проходят мимо нас. И вот на планете была цивилизация майя. У них был майянский календарь. Он и до сих пор остается самым точным. Еще никто не превзошел по точности их календарь. А самих майя немного. Это не индейцы, как мы по фильмам смотрим. Это была высочайшая цивилизация. У них были пирамиды, обсерватории космические. И среди них воплощалась богиня-мать. Вот эти знания она передала этим людям. И они достигли в своей цивилизации состояния любви. То есть они жили в любви ко всему. К богам, к природе, друг к другу. И благодаря этому их цивилизация смогла вознестись полностью. Высшие миры. Значит, они сохранили эту цивилизацию. И у них есть в космосе своя планета. Она сейчас идет к Земле. И они вот лет через 100-150 вернутся на Землю. Какая функция у них была раньше? Они были воинами, защитниками высших иерархов на Земле. Богов, по сути. А на будущее им предназначена такая роль быть, следить за соблюдением божественных законов на всей планете. У них в Тихом океане будет свой остров круглой формы. И там они будут жить. Но не каждый сможет к ним приблизиться, из обычных людей. Потому что свет, который от них идет, может просто человека сжечь. То есть настолько это высокодуховная, развитая сущность. Ну вот это богиня-мать. Я не знаю, почему так вот нечетко. Она звали имя. Кого? Богиня. Богиня? Имя. Имя. У нее было два воплощения в майянском, в майянской цивилизации. Царица Гайя. То есть она была как царица. Но все ее очень любили и считали, называли светом. Ну а кто царицу не любит? Да. Царей и президента все любят. Да. Не все. Не все. Ну вот, здесь не очень четко видно. Пирамиды они использовали для общения с богами. Это вот как приемопередатчик, но в нашем понимании, да? Только космические. Сеченые пирамиды. Да. Ступенчатые пирамиды. Ну у них там и сеченые действительно. Вот обсерватория космическая. Ну видно четко, что это. Вот такие пирамиды мыслимо. До сих пор наша цивилизация не может ничего подобного создать. Причем каждая пирамида выполняла свою функцию, не похожа друг на друга. У них все пирамиды были как комплекс целый. Вот. Ну и давайте осознаем, что такое время в принципе. Время – это музыка души и сердца богини-матери. Время. И то есть это не последовательность секунд, которые идут друг за другом. Ну для измерения изменений чего-то, да? А это именно музыка. Если музыка, это значит ноты. Ноты, которые следуют друг за другом. И даже не просто отдельные ноты. Это аккорды нот. Аккорды нот. И вот давайте в этом смысле рассмотрим. Вот в науке мы знаем, есть колебания, вибрации. Чем они вообще вызваны, колебания? Чем они создаются? А создаются они взаимодействием между мужским и женским началом. Любая вибрация. Вот здесь показано иньянь, всем известный, да? И вот он. Нет, это неизвестно. Вы можете обидеть и не достигнуть? Хорошо. Это единство двух начал, мужского и женского. Вот это взаимодействие двух начал рождает вибрацию. Вибрация характеризуется частотой вибрации. Ну в науке это хорошо известно. А вы можете назвать, что в природе не вибрирует? Все вибрирует. Все вибрирует. А чем тогда это? Ну чем музыка отличается от хаоса? Стройным порядком и гармонией. Надо дать мне вид, что такое хаоса. Сейчас, ну давайте я на вопросы отвечу в конце. Хорошо? Потому что мы потратим время, и я не дойду до конца. Раз это ноты, то в музыке они организованы в октавах. Октава – это такой интервал между двумя нотами, частотами, при котором частота вибрации изменяется ровно в два раза. Ну, для примера, если я в спокойном состоянии, у меня частота пульса 60 ударов в минуту. Если я пробежал, у меня частота сердца, пульса 120 ударов в минуту. То есть она изменилась на октаву, удвоилась. То есть я перешел по вибрациям сердечным на одну октаву выше. И вот здесь, на этом рисунке, представлена октава в виде круга. Вот при прохождении круга частота вибрации изменяется в два раза. Но внутри октавы можно выделить разные ноты. Все музыканты оперируют семь нот, двенадцать нот, да? А вообще внутри октавы может любое число нот быть. Одна нота, две, три, пять, двенадцать. Ну вот маянцы выделяют тринадцать нот. Вообще их может быть больше. В науке это называется спектром вибраций, в музыке ладом. Вот, чтобы соединить. Вообще доклад соединяет духовность, науку и музыку. Так вот, эти области знаний. И вот маянцы, они оперировали двадцатью октавами вибраций. Каждая октава вибраций, ну это, это и есть время. То есть мы сказали, время это ноты, это музыка. А музыка состоит из октав, и внутри них эта музыка проигрывается. Проигрывается время. И вот маянцы выделяли двадцать октав. Вот здесь они отражены на внешнем круге. Каждая октава имела свой духовный смысл. Более того, ноты внутри каждой октавы тоже несли духовный смысл. Поэтому маянцы, живя по вот такому календарю, они понимали духовный смысл проживаемого момента времени. Вот здесь внутренний круг отражает тринадцать нот. Тринадцать тонн. Ну они их маркировали точкой. Две точки – это второй тонн. Три точки – третий тонн. Четыре точки – четвертый. Пятый – черта. Шестой – черта с точкой. Ну это их маркировка. Вот. Ну и пойдем дальше. Обозначение числа. Да. Вот здесь – это матрица Цолькин. Цолькин означает священный счет кинов. Кин – это та же частота вибраций. Только она в музыке маркируется там первая октава, такая-то нота, до. Да. В науке она маркируется герцем, килогерцем, мегагерцем, да. А у майянцев она маркируется вот такой октавой. Они ее называли солнечная печаль. И тоном внутри этой октавы. Один из тринадцати нот. Так. И вот мы сейчас пройдем вот эти вот октавы, их смысл духовный. В них оказывается закодировано развитие. Вот. Если мы перемножим двадцать октав на тринадцать нот, мы получим число двести шестьдесят. Это как раз двести шестьдесят дней между зачатием и рождением ребенка. То есть само время управляет вот этим делением клетки, да, и развитием эмбриона. Вот здесь, в этой священной матрице заложен вот этот код. Код развития. И вот давайте пройдемся по солнечным печатам или октавам. От первого октава красный дракон. Это богиня-мать, дарующая жизнь. То есть жизнь начинается с матери. Она рождает ребенка, правильно? Дальше идет белый ветер. Это дух, отец. Вот. Их соединение, взаимодействие в пространстве синей ночи, а это пространство творения, дает нам дальше желтое семя. Это само творение. Дальше это творение подвергается красной змее. Это сила кундалини. Это жизненная сила, которая дает вот этому семени, творению, развиваться. И так дальше. Вот идут октавы. По сути, они отражают фазы развития какого-то творения. Человека или другого. И вот самая высшая октава является октава желтого солнца. Это набор или спектр всех самых высоких божественных качеств богини-матери. То есть жизнь начинается с богини женского начала, но участие принимает отец мужское начало, и завершается уже раскрытием всех божественных качеств. Вот такая матрица. И мы знаем из математики, что любой прямоугольник, если сомкнуть его края, то он образует Тор. Это можно отдельно почитать в разделах математики. То есть время, выраженное 20 октавами и 13 нотами, по сути, образует Тор. Вот. Предельными случаями Тора, если стянуть его к центру, будет сфера. Ну, а так это бублик, да? И мы знаем, что в природе, в космосе, да, все тела имеют тароидальную сферическую структуру. Вот. Вот это структура времени. Майянцы об этом очень хорошо знали. Их календарь, по сути, является навигатором во времени. Как в прошлое, а в будущее, а в настоящее. Причем, да, вот здесь показана волна времени из 13 нот. То есть, ну, в виде нот до, до, ди, с, ре и так далее, известной в музыке, 13 нота делает переход из одной октавы в следующую. Вот. Но смысл этих нот следующий. Нота до несет с собой цель. То есть, волна времени, вначале мы ставим цель, чего, или намерение, чего мы хотим достичь. Дальше идет второй тон, тон принятия вызова и выбора. То есть, вся жизнь у нас складывается из вот таких выборов. Вот. Третий тон, это активизация служения. То есть, они находились на уровне именно служения. Не наемными рабочими, не рабами были, а служителями богов, высших иерархов. Дальше. Четвертый тон, это выбор формы служения. Пятый тон, тон сияния, бертонный. Ну, это единство нужно. Вот как пять. Ладонь, да? Это вот единство в кулаке. Шестой тон, это ритмический тон. Ну, все подвержено ритму, да? И седьмой тон, это резонансный тон созвучия. Вот октавная организация времени позволяет нотам быть созвучными. И это в науке называется резонанс. Тогда происходит резкое усиление этих вибраций, которые находятся в разных октавах. Созвучных октавах. Дальше идет тон целостности восьмой, или галактический тон. Здесь уже вот эти вот замыслы творения, они опускаются на галактическую решетку для проявления. Девятый тон, солнечный тон. Это опускается на решетку солнечной системы для проявления. Десятый тон планетарный на планете. Одиннадцатый тон, это тон освобождения от всего отжившего, от старого. Двенадцатый тон, кристаллический тон сотрудничества. Ну, в обществе это вот сотрудничество в какой-то общей задаче, да? И тринадцатый тон, это тон божественного присутствия. В конце концов, мы все понимаем, что мы живем в замыслах богини и бога. То есть первичными по отношению к нашим являются замыслы богини и бога. Если наши идеи, замыслы идут в русле божественном, они осуществляются. Если идут против, они терпят неудачу. Так, и теперь я чуть-чуть расскажу, как практически пользоваться майянским календарем. Два способа такие, самые простые. Есть сайт yamaya.ru. Если вы на него войдете, вы увидите. И можно на каждую дату, выбранную, получить вот этот кин, кин, то есть сочетание солнечной печати и тона, который несет этот день. И по этому кину мы можем понять смысл и задачу этого дня. То есть понять духовный смысл проживаемого момента времени. Дальше мы вот здесь, на сегодняшний день, вот как раз кин 15, это синий лунный орел. Синий орел это объединенное сознание человечества, а второй тон это тон принятия вызова и выбор. Вот это вот коротко, да. А дальше мы можем более подробно поисковиком набрать кин 15 и перейти на сайт 32 импульса от метатрона. И там есть подробная, развернутая характеристика этого кина, ну или этой вибрации времени. И мы можем там почитать задачи сегодняшнего дня, вот здесь она описана. Но я прочитаю. Научиться жить на высоких вибрациях любви. Вот сегодняшняя возможность. Быть целеустремленным и видеть во всем смысл жизни. Научиться видеть с высоты птичьего полета любую ситуацию. Видеть начало, развитие, конец. Орел может заглянуть за горизонт событий. То есть вот эта октава синего орла дает возможность развить предвидение. Ну и так далее. И вторая, вторая возможность. Это программа DreamSpill. Ее можно скачать на этой сайте. И она тоже позволяет вот просмотреть печать синего орла. Что она значит. Вот. Второй тонн, лунный тонн вызова. Посмотреть, вот где мы находимся на волне времени Маянского года. Он состоит из 13 лунных месяцев по 28 дней. Вот мы сейчас находимся здесь. Четвертый лунный месяц. И структура лун, видите, она имеет разный масштаб, но одну и ту же структуру. То есть 13 элементов в волне времени. Хотя тут лунный месяц. А если мы возьмем вот элемент день, это будет 13 дней. 13 дней, ну это вот лунный месяц. А вот это вот 13 дней, волна времени. И мы видим, что это волна вот белого волшебника. Она вчера началась. Белый волшебник это белая магия. Магия любви. А сегодняшний день он работает на фоне этой волны. То есть магия любви действует все 13 дней. И на эту вибрацию белой магии, да, накладывается вибрация синего рва. То есть вот то, что я говорил вначале, что время это сочетание нескольких нот. Это как аккорд. То есть несколько вибраций, каждая из которых несет духовный смысл, они работают вместе в созвучии. Вот. Ну это вот положение в этой программе на матрице Цулькин мы можем увидеть в текущего дня. И вот интересно представление в виде временных свастик. Когда завоеватели пришли к мая, да, они у них обнаружили равносторонний крест. И вот этот равносторонний крест, он состоит из 5 свастик временных. То есть временных волн времени по 13 дней. Вот. Каждый элемент этот называется замок времени. Ну и вот здесь мы тоже видим, вот положение нашего дня вот здесь. в начале этого времени. Вот. Поэтому в будущем на новой земле будет именно работать календарь майя. Потому что он соответствует именно духовности людей, которые будут жить на этой земле. Календарь майянский или майянский. Майянский. Ну это цивилизация майя. Календарь майянский. Майянский, да. Ну вот, если есть вопросы, пожалуйста. Использовали вы материалы Хосе Гаргуэллиса? И Хосе Гаргуэллиса, но первоисточник вот того, что я рассказывал, это книги серии «Исход» Валентины Кузнецовой. Это сейчас около 80 и тому. И они продолжают еще писаться и издаваться. Там именно истинная картина, кем были мои, а кем они будут. А у Хосе Гаргуэллиса всего около 10% истины. Поэтому что-то у него можно взять, но что-то... А я не факт, а почему? У него очень много интересного. Да, много интересного, но не все. Почему они ушли из земли? Нет, это есть в книгах «Исход», почему они ушли. Потому что в целом человечество планеты начало падать духовно, деградировать до животного состояния. Поэтому те, с кем... Ну вот завоеватели, они все уничтожили, сожгли их книги и так далее. То есть они не могли существовать вот в этих... А что, могли ли они повлиять как-то? Я знаю, такие высокочастотные носители, божественные истины, не могли ли там выжечь вот этих... Ну, дело в том, что наша земля создана как зона свободной воли человека. Поэтому, да, могли, но не насилием. То есть насилие, это получается подавление свободной воли человека. А поскольку они были духовные, они не могли на это пойти. Получается, они просто сдались здесь? Ну... Не сдались. Они не боролись. Они не боролись. Их задача была просвещать людей, а не подавлять, гласковать или уничтожать. Они просто взяли и ушли, отказались. Да, они просто ушли в другое измерение. Они в земля, в подучительственных анабойств возьми, грубо говоря. Но они вернутся. Поэтому будет продолжение. У них своя планета, у них них есть своя планета. Как они могут вернуться, если здесь такая деградация идет? Они вернутся уже на новую глобус земли, а там уже только люди света остаются. А старые люди уйдут, они не перейдут на новую глобус. А что тогда повлияет? Такой смысл, когда они приходят, если за них кто-то сделает их работу? Приходил. Ну, им будет дана задача следить за исполнением божественных законов, чтобы не было погибших. Кто-то сделает, значит, очистит землю, а потом они придут. Я скажу, кто это уже сделал. Это сделала сейчас святая Троица, богиня Бога Иисуса. И все светлое братство, светлое волество. Это уже сделано. Скажите, вот 20 августа как-то у них отмечается? Когда у них Новый год? Новый год 26 июля начинается с гелиотическим восходом Сириус. То есть, когда на восходе, Солнце и Сириус, ну, рядом нам. Это их Новый год. А вот еще, Борис, Леонид хотел, да. Очень интересный заклад. Я хотел сказать, что у вас тон, это соответствует музыкальному тону. А до до рэп? Да, да. А почему там 13? 13. Ну, смотрите, до предыдущей октавы не попадает в до следующей. Там есть интервал кома. Одна девятая, одна десятая тонна. Ну, вот этот интервал и есть, вот этот. Переход из октавы в октаву. Майянцы его обозначили вот. И просто в драматическом гамме идет не тон, а полутон. Поэтому, когда говорим о том, что мы переходим в следующий тон, мы переходим в следующий полутон. Я понял ваш вопрос. Это их терминология. Ну, да. Ее можно привести к музыкану. И тогда у в октаве получается как раз 13. Да. И последняя нота, с которой до начинается следующая октава, это есть 13-ая нота. Так все очень четко. Спасибо. Вопрос, вопрос. Борь, интеллигентно. Борь, Борь, интеллигентно. Вы что-то о солнечном календаре майя вообще-то читали? Сейчас я скажу. Почему? Потому что без солнечного календаря вообще, говорить о какой-то майской цивилизации, это, в принципе, глупо. Вы действительно считаете, что они обладали какими-то знаниями? Вот, что вы рассказываете. Я сейчас отню. Но у них уровень был снежного человека. Нет. Так, Борь, ну ты задал вопрос. Значит, у майя было вообще до 17 календарей. То есть, был земной, да? Вот земной цикл, 365 дней. Лунный цикл, 28 дней. Солнечный. И они вот эти все календари, солнечный, лунный, земной, они синхронизировали друг с другом. То есть, они, у них все присутствуют, эти уровни. В календаре майя вот эти все уровни. Ну, солнечный календарь. Да, он у них присутствует. У вас нет случайно, допустим, изображения? Дело в том, что то, что они называют солнечным календарем, в общем-то, к календарем вообще никакого отношения не имеет. Ну, к нашему, да. И не к нашему, а вообще, там не календарь. А фактически изображается, изображается, символ языка как такового. Но к календарю вообще-то абсолютно никакого отношения не имеет. Ну, у них своя особенность выражения своих понятий, образность символна. Причем, каждое, вот, нужно медитировать на каждом. Нет, ну это медитировать, можно медитировать. Вы с трудами Кнорозова, Юрия, знакомы? Вы с трудами Кнорозова, он же у вас земля в Питере. Кнорозов расшифровал. А, Кнорозов, да. Кнорозов, да. Конечно, знакомы. Вы считаете, что он расшифровал письма из Мари? Ну, он расшифровал письма. Вы считаете, что он расшифровал? Да. А вы читали его расшифров? А ты-то читал сам? Я читал. Ну, давай запускай на эту, а? Хорошо, но это уже выглядело. Да, это Кулара. Спасибо, спасибо. Вы говорите, что они к богине обращались, да? А у них же был этот самый Пакайватан. Куда же они? У них много богов было. Но Пакайватан у них основной был. Верховный бог был. Кицаль-Куатрин и белый змей. Это с о чем-то другой? Кицаль-Куатрин. Он и сейчас остается. На пирамидах он изображен, да. Богом, да. Кицаль – это райская птица. С изумрудным оперением. Куатли – это змей. Пернотый змей. То есть это сочетание качеств. Рая, да, райская птица и вот земного. Понятно. Пакайватан куда делся? Никуда. Они все привезли. Это же все цивилизация май. Их боги… Они только к богине обращаются? Они, ну, у них был основной Пакайватан? Да, то есть у иерархии, да, то есть есть богиня и бог. Есть боги, которые им служат. В том числе майянский, Иисус, Будда, Кришна и так далее. Это все боги одной и той же иерархии. То есть мы не делим. Это их сыновья и дочери. Это не многобожья, а иерархическая структура. То есть верховные у нас богиня – бог. Их сын Иисус и остальные боги – это их служители тоже боги. Ну, по уровню. По духовному уровню. Так, вот поэтому… Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.